В студии Дмитрий Соловьянов и Анна Шамбадал, и сегодня у нас День прав и обязанностей. Замечательная тема, которую мы будем развивать. Итак, как мы уже сегодня говорили и отмечали, сегодня в России отмечается День призывника. И Дима вот ходил в армию, но поговорим о тех, кто только планирует надеть армейскую форму. Да, Дима, ты будешь вспоминать? Ностальгировать. У нас в студии Андрей Пашкин, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу, военного комиссариата Челябинской области. Доброе утро. Доброе утро. Андрей Александрович, расскажите, пожалуйста, Дмитрию, я понимаю, не очень актуально, но у меня сын. Многие люди сейчас тоже привинули к нашим экранам. И расскажите, как сейчас вообще происходит вот эта вот призная кампания? В соответствии с законом военской обязанности военной службы, мероприятие осеннего призыва проводится в период с 1 октября по 31 декабря. А что это вообще значит? Мне кажется, для мужчины это какой-то особый шаг. Девушки это не сильно понимают. А что это такое для мужчины? Вот приходит тебе, да? Повесточка, да? Повесточка приходит. Ну, в основном повесточка. Гражданин прибывает на мероприятия, связанные с призывом, которые включают в себя медицинское свидетельствование, тестирование, ну и ряд других мероприятий. После этого призывная комиссия данного муниципального образования принимает решение. При наличии права на освобождение от срочку, предоставляется срочка от призыва. Вот опять же права. Да, да, да. Если такого права нет, то есть ребенок не обучается, завершил, например, обучение, либо работает, призывная комиссия принимает решение о его призыве на военную службу, и в определенной рамке, в соответствии с графиком и планом отправок граждан вооруженной силы, осуществляется мероприятие по его отправке. Все понятно. А вот вопрос такой. Куда чаще всего попадают наши челябинцы? Есть у нас какие-то данные? Обычно. Ну, знаете, география обширна. То есть наши ребята проходят службу во всех военных округах и практически в флотах. А это каким образом вообще происходит распределение? Или это вот индивидуально от человека зависит? От человека зависит его рот и вид войск, а направление к тому или иному месту прохождения службы в соответствии с снарядом генерального штаба. Ну, еще, конечно же, нужно отметить, что важна группа здоровья, да, то есть состоит, потому что от этого зависят какие-то войска, куда так просто не попадешь, да? Вот мы говорили ВДВ, например, так далее. Ну, я могу сказать, что мы к этому, может быть, еще чуть позже вернемся, что все части постоянной готовности, выполняющие специальные задачи, сейчас в основном комплектуются по контракту. А ребята направляются, более 60% наших ребят проходят службу в сухопутных войсках. А вообще, насколько охотно ребята приходят в армию после того, как получили повестку? Ну, скажу, основная масса идет честно и добросовестно. Ну, есть у нас и уклонисты, с которыми мы боремся. Ну, без этого, конечно, как всегда, никуда. А вопрос про призывников, так сказать, контрактников уже, не призывников, контрактников, они их больше стало вообще как-то? Или наоборот? Да, ну, в соответствии с законом об обороне, у нас смешанный принцип комплектования вооруженных сил, то есть как по контракту, так и по призыву. С 2004 года эта работа активизирована, значит, каждым годом процент контрактников в вооруженных силах увеличивается. Увеличивается, то есть тенденция. Могу даже сказать, что я уже говорил об этом, что части специального значения, подводные, надводные корабли, сейчас в основном комплектуются только военнослужащими по контракту. Вот так. То есть постепенно этот процесс идет, ну, принцип смешанный все-таки, видимо, останется в наших вооруженных силах. А вообще, насколько престижна сейчас военная служба, по вашему мнению? Ну, во-первых, военная служба – это один из видов государственной службы. То есть те ребята, которые прошли службу в армии, естественно, имеют приоритетное право на поступление на другие виды государственной службы. Будь то государственная, муниципальная, правоохранительные, судебные органы и так далее, все, что связано с этим. А те ребята, которые по той или иной причине уклонились, вот с 2014 года государством предусмотрен статус для таких ребят, не прошедших военную службу, не имея на то законных оснований. И вот для них эта дорога полностью будет закрыта. Везде в те организации, структуры, где предусмотрены выплаты из бюджетного, государственных, бюджетных, муниципальных бюджетов. Поэтому многие ребята для себя заранее, перед еще принятием решения, перед тем, как идти на военную службу, они уже сейчас, конечно, на этот вопрос обращают серьезное внимание. Андрей Александрович, что мы вам хотим сказать? Конечно же, поменьше, что вообще не было уклонистов. Мы понимаем, что это непросто, но чтобы их вообще не было, чтобы все бойцы были здоровы и, так сказать, адекватные, настоящие. Мы тоже этого хотим и мечтаем. А я вот смотрю на время и думаю, как мы хорошо и позитивно начали утро все-таки. Друзья, еще раз благодарим нашего гостя и напоминаем, что у нас сегодня в гостях Андрей Пашкин, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Челябинской области. А далее у нас рубрика «Читай город». Ее ведущая Алена Павлова расскажет о книгах о спорте и здоровье. Очень актуально.